Вопрос 1904, 7-й том. Вы не боитесь, что погрешите против видений, какие были святым, да еще чем тем, кто назван великим? Можете ли так утверждать, что это голоса, эти видения, им были от лукавок? Но тогда вам придется тянуть за эту цепь и дальше, что и Антоний великий, и Арсений великий были вовсе не святые, а заблудшие и погибшие, и других, кто даже увлекли. Отвечает Игнатий Лапкин. Вопрос чрезвычайно серьезный. К этому вполне подойти можно. Но я здесь останавливаюсь. Ссылками на жития не всегда даже оправдывают написанные. Мы же знаем, как было в действительности. Точнее, мы не знаем, как было в действительности. Что потом накрутили эти житописатели. Может быть, совершенно и не так было. Но сравнить их видение с бывшими в Библии мы должны. Потому что иначе скатимся напрямую к идолопоклонству. Почитая святых более, чем Господа в самооплое. Давайте сравним несколько видений апостола Павла и бывшие видения походных. Арсению, Антонию и другим. Уже возносясь, Христос дает самый важный наказ у ученика. Что это самый важный наказ. Это и так понятно. Когда мы уезжаем, то остающимся дома даем еще раз самый обязательный наказ. Уже на подножке вагона стоя, еще раз напоминаю. Ты не забудь корову воды долить, клубяк корм досыпать, иначе не все погибнут. Да, не забудь полить цветы, иначе засохнут. Вот такой наказ дает Господь уже как бы в последнюю минуту перед прощением. Деяние 1 глава 4 по 9 стих. И собрав их, Он повелел им. Не отлучайтесь из Русалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свои власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав себе, он поднялся в глазах их, и облако взял его из вида. Третья езра 5.36. Оживи иссохшие цветы. Дух Святой, даст силу для свидетельства даже до края земли. Не для того Дух Святой будет дан, но для того, чтобы вы вскользь скрылись в любимых горах, в пещерах, для иммческих подвигов, богомыслия, упражнениях в пасте и в день. Эти последние, самые-самые последние слова Христа о том, чтобы вовремя раздавали домочадцам проповеди. И так же и он придет, и с этой же начнет спрос, с этого же. Чем вы кормили, что давали, не залили ли мое повеление, не засургучили ли мой наказ, не подменили ли мои заповеди вымыслами монашескими. Лука, 12 глава, 42-43 стих. Господь же сказал, кто верный и благоразумный дом правителя, которого господин поставил над снуками своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен тот раб, блажен раб тот, которого господин его придя найдет, поступающим так. А если раб тот зароет хлеб и будет торчать на вершине гор, ожидая хозяина, то чем он докажет свою предность и послушание господину? Тем, что сохранил, завернув платок, этот талант, но участь его будет, как и все, зарывшим Слово Божие. Лука, 19-20. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. В церкви, в гостинице, нужно ухаживать за больными, а не убегать в пещеры. Придет небесный самарянин, и гостиник давно уже скрылся на вершину горы и в пустыню утек, а больные из голоду попримерли. Египетская пустыня только свидетельствует, что монахи покинули народ, и Египет стал нехристианский. Евангелие от Луки, 10 глава, 35 стих. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал им, подзаботься о нем, если держишь, что более, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Слово отъезжая, означает то же, что и перед Вознесением сказано. Христос никогда нигде не говорил, что эти его наказы через некоторое время будут им изменены. Напротив того, он предупреждал, что, чтобы мы не верили иным пророчествам или видениям, если они не будут согласны с тем, что он говорит. Лука, 17 глава, 22, 23 стих. Сказал так же ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из тех дней сына человеческого и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. И какое слово и наказ Христа не возьмешь, нет почти ни одного, который бы монахи не извратили, не скрыли, не перетолковали совершенно напротив слов Христа. Прямо-таки антихристовым смыслом иничтожая слова Спасителя о проповеди мира. И слова Спасителя перед прощанием были не иные, как те, какие он постоянно говорил и при жизни и после воскресения. Самый главный наказ был пасти овец и англсов, что он и дал Петру. Иоанна, 21 глава, 15 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру. Симон и Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему. Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит, спаси агонцев моих. Не говорил же Господь, чтобы ученики его загнали овец за высокую стену, мандру, и там бы их кастрировали и стерилизовали, чтобы они не давали потомству. Матфея, 10 глава, 16 стих. Вот я посылаю вас, как овец, а львовок, и так будьте мудри, как змеи, просты, как голоди. Иоанн, 10 глава, 12 стих. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец, и разгоняет их. Бросили народ, скрылись, бежали за стены монастырские. И теперь целые страны, те, где монахи царствовали, многотысячными монастырями, где из народа высосли самые лучшие, самые ревностные, угробили сотни тысяч салантов, не вышли в мир на проповедь по зову Христа, и сами ушли в песок. Были видения Павла, и мы их сравним с монашескими, когда по появлению иконы или колокольному звону, или по зажегшей свече, они уходили все глубже и глубже в пустыне и леса. Деяние 22.21 И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Деяние 16.9 И было ночью в видении Павлу. Пристал некий муж македонянин, прося его говоря, приди в Македонию, помоги нам. Антонию и Арсеньеву в видении совершенно иного плана. Беги, не разговаривай, скройся, затвори. Но евреям 13.8 мечтает. Иисус Христос вчера и сегодня и вовек тот же. Относительно святости этих святых мы ничего не знаем, кроме того, что нам написали монахи же. Но я им молюсь, и этим заканчиваю их почитание. Но подражать им нельзя, и противопоказан. Евреям 13.7 Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере. Если у апостола Павла в буре на море было видение, то оно опять же было доказательством верности Христа своему Слову, и его дети после боли нужны ему для проповеди. Деяние 28.23-25 стих Ибо ангел Бога, которому принадлежу и я, которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должен пристать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Пусть ему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Иоанн Богослов попадал в подобные трудности на море, но не закрылся же он на патности и не принял же обетов монашества и не стал иноком в пещере. А уже Иоанн сказал Аркадиям, когда попали в бурю, то и сами они, и родители их стали иноками после чудесного их спасения от потопления. И это возведено в образец подвигов. Но явно же, что не сходится. Нельзя же сказать, что это одно и то же. Римлянам 10.2 И бессвидетельствуем им, что имеем ревность по Боге, но не по рассуждению. Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Если же, то было у Павла, от Бога, тогда решение монахов было или волевым их поступком, не евангелизированного сознания, или дух обольщения вытравливал самых добрых и гнал в закрытые зоны, чтобы ни для кого не дошла евангельская месть. Субтитры создавал DimaTorzok